Двое инициативных кемеровчан В программе мероприятия запланированы необычные катания на продуктовых тележках, бобслей на автомобилях и вытаскивание машин из снега. Подробности читайте на сайте СИБДЕПО в новой рубрике «Автодепо». Если и у вас есть безумные планы и оригинальные идеи, расскажите об этом журналистам телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300 0300. Об этом узнает весь Кузбасс. Матери-героя Советского Союза из Кемерово сегодня вручили орден почета Кузбасса. Сын Матрёны Шорниковой Николай погиб в афганской войне больше 30 лет назад. Его именем названа маленькая улочка в областной столице. Полина Романова узнала, помнят ли сегодня о подвиге земляка. Матрёну Герасимовну сегодня награждают за достойное воспитание сына. Правда, его уже давно нет в живых. Николай Шорников погиб в начале войны в Афганистане. Мать со слезами на глазах благодарит тех, кто помнит его подвиг. Во время военных действий в Афганистане, уже будучи сильно раненым, он взорвал гранаты себя и окруживших его противников. Гордость-то гордостью, а слезы слезами. Гордость гордостью. Она всегда гордостью. Ну, конечно, гордость не погиб не в тюрьме, не где, а пошел, кончил школу, пошел учиться. Сразу в Новосибирск уехал учиться, учился, а потом поехали. Там его и в Германию отправляли, и он везде был. А потом вот попал, все, и погиб. Сегодня у нас встреча, посвященная 60-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова. И не случайно она проходит в музее, потому что музей много лет сотрудничает с ветеранами войны в Афганистане. И губернатор решил Матрену Герасимову, маму-героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова, наградить такой высокой наградой. То есть орден почета Кузбасса. На церемонии награждения однополчане Николая, его друзья, родственники и дети из школы поселка Кузбасский, где когда-то учился будущий герой Советского Союза. С 1988 года учебному заведению присвоено имя Шорникова. Алина Юрасова – одна из учениц и член исторического клуба этой школы. Как и остальные ребята, участвует во всех мероприятиях, связанных с героем. Мы почти ежедневно собираемся в клубе Отечества, посвященный клуб Шорникова. Мы проводим уроки мужества, ездим на могилу Шорникова, памятник, посвященный воинам, погибшим в Афганистане. Встречаемся с мамой-героем Матрёной Герасимовной Шорниковой. Каждый год выпускники нашей школы ездят по местам, по городу, по местам, которые связаны с Николаем Антоновичем Шорниковым. Мы чтим его память, мы гордимся тем, что в нашей школе жил, учился такой замечательный человек. Именем Николая Шорникова гордятся две области – Кемеровская, в которой он родился и закончил школу, и Новосибирская, где он стал профессиональным военным. Очень часто мы даже не задумываемся, почему так, а не иначе названа улица города. Я сегодня попыталась узнать историю этой маленькой улицы, которая носит имя человека с большой буквы. Героически погибшего в Афганистане, спасая своих товарищей, герой Советского Союза Николай Анатольевич Шорников навсегда запечатлен в топографической карте Кемерова. Полина Романова, Константин Червяков. Новости моего города. Как правильно сделать сайт интернет-магазина? На этот вопрос ответили кемеровские программисты. Сотрудники компании СДС Медиа провели семинар для всех желающих. Участникам рассказали о преимуществах лучшей системы управления сайтами 1С Битрикс. С чего начать разработку собственного интернет-магазина и как сделать так, чтобы именно с твоего сайта совершали онлайн-покупки? Семинар посетила и Анна Печенегова. Константин Егупов в онлайн-пространстве около пяти лет. За это время он создал три собственных сайта. Бизнес в режиме онлайн считает самой актуальной формой современного предпринимательства, а шоппинг в сети – прорывом в области продаж. Всего за час семинара, посвященного разработке интернет-магазинов на платформе 1С Битрикс, Константин понимает – эта система управления сайтами действительно лучшая, как минимум, в России. И свой следующий сайт он обязательно будет создавать уже на ее основе. В Сибири это еще мало актуально. Он только начинает свое движение как таковое. Но это, я думаю, еще пару лет, и будет это… Мы уйдем все в интернет-магазины. Это более проще и удобнее, чем ходить по магазинам, искать тот товар, который тебе нравится. Достаточно зайти в тот же телефон и планшет, и компьютер, и получить то, что ты хочешь. Готовый функционал, высокая производительность и повышенная веб-безопасность – вот что гарантированно получает человек, решивший воспользоваться системой управления сайтами 1С Битрикс. При создании страницы интернет-магазина главное – довериться специалистам. Крупнейшей диджитал-компанией в нашем городе является SDS Media – сертифицированные партнеры 1С Битрикс. Там работает целая команда программистов и дизайнеров. Эти люди помогут вам составить так называемое техническое задание – перечень того, что вы хотите увидеть на своем сайте. Рубрики, вкладки и общее оформление. У нас студия полного цикла, мы не пользуемся услугами фрилансера. Приходя к нам, человек может быть уверен, что над его проектом будет работать профессиональный дизайнер, что ему качественно выполнят продукт и что всегда будет с кого спросить. На этой системе управления сайтами мы разрабатываем сайты для наших клиентов, и в том числе для своих собственных нужд, тоже делаем сайты именно на 1С Битрикс. Так, относительно недавно сайт sibdepot.ru был переведен на эту систему, и сегодня это позволяет нам оперативно добавлять какие-то новые разделы, новый функционал, новые фишки добавлять и очень удобно работать. Специалисты отмечают, не нужно экономить на разработке собственного сайта. Тем более, если вы занимаетесь интернет-продажами. Сотрудники диджитал-агентства помогут сделать ваш сайт смотрибельным, конкурентоспособным и прибыльным. Скупой платят дважды. И если вы действительно хотите преуспеть в онлайн-бизнесе, доверьтесь профессионалам. Анна Печенегова, Алексей Зайцев. Новости моего города. Битва аутсайдеров Запада и Востока. Новокузнецкий «Металлург» продолжает заключительную в этом году домашнюю серию игр. На этот раз на своем льду столевары принимали «Минское Динамо». Подробности встречи в материале наших коллег. Аутсайдеры западной конференции «Минское Динамо» приехали в Новокузнецк, не имея за плечами ни одной победы в выездных матчах. Несмотря на это, соперник начал активный бой, но тут же наткнулся на противостояние хозяев. Известно, что в начале любого матча «Металлург» демонстрирует агрессивную игру. В этой встрече счет открыли хозяева. Уже в первом периоде они забросили две шайбы в ворота «Динамо». Настроиться было, конечно, тяжело, но мы работаем на леди. Нам нужны победы, чтобы расти. После перерыва хозяева продолжили уверенную игру и сумели отличиться в третий раз. Примечательно то, что расстояние в счете Столивара умножили при игре в меньшинстве. Но «Динамо» не спешил сдаваться. Ответный удар противника последовал в конце второй 20-ти минутки. А в заключительном отрезке хозяева сбавили темп и пропустили вторую шайбу. Соперники вели напряженную борьбу до последних секунд. «Металлург» выстоял и получил заслуженную победу 3-2. С нашей точки зрения мы игру начали совсем хорошо. У нас было несколько хороших бросков. Но потом, после первого гола, который мы пропустили, мы начали делать ошибки. Там были провалы, что нам не только второй гол соперник забил, но несколько ситуаций. В третьем периоде мы физически поддали. Мы перешли на игру в три звена. Ребята подсели. И у «Динамо» и «Минска» были моменты, когда они могли сравнять счет. Хорошо, что мы выстояли. Поэтому я все ребят поздравляю всех с победой. Три очка, заработанные в этом матче, уже не сыграют существенной роли для новокузнецкого клуба. Тем не менее, в игре «Металлурга» все же намечаются положительные тенденции. Насколько Столиваров хватит в следующем поединке, мы узнаем уже завтра на матче против Донецкого Донбасса. Анна Муравьева, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. И в продолжение темы. Воспитанник новокузнецкой школы хоккея, ныне выступающий в Заокеанской лиге, вероятно, не сможет помочь российской команде на Олимпиаде в Сочи. Лучший голкипер НХЛ Сергей Бобровский выбыл из строя на пять недель. Он получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщает официальный сайт клуба «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого и выступает Бобровский на лед, вратарь вернется не раньше января. А значит, Сергей вряд ли попадет в окончательную заявку на зимние игры в Сочи. На сегодня это все. Смотрите выпуски новостей в прямом эфире каждый будний день в 16 и 21.00. А мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале «Мой город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова